Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Серегмаев Сырын, и сегодняшнюю нашу встречу мы посвятим Максу Вебер. Максимилиан Карл Эмили Вебер, известный как Макс Вебер, немецкий социолог, философ, историк, политический экономист. Понимающая социология и теория социального действия. Свою концепцию Вебер называл «понимающий социологии». Он считал, что целью социологической науки является анализ социального действия и обоснование причин его возникновения. Пониманием в данном контексте обозначался процесс познания социального действия через смысл, который вкладывает в данное действие сам его субъект. Таким образом, предмет социологии составляют все идеи и мировоззрения, детерминирующие поведение человека. Вебер отказался от попыток использования естественно-научного метода в анализе и считал социологию, наукой о культуре. Социальным действием, пишет Вебер, считается действие, которое по смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на них. Так, Вебер выделяет два признака социального действия. Осмысленный характер – ориентация на ожидаемую реакцию других лиц. Вебер выделяет четыре типа социального действия в порядке убывания их осмысленности и осмысляемости. Первое. Цели рациональны, когда предметы или люди трактуются как средства для достижения собственных рациональных целей. Субъект точно представляет цель и выбирает оптимальный вариант ее достижения. Это чистая модель формально-инструментальной жизненной ориентации. Такие действия, частью всего, встречаются в сфере экономической политики. Ценностно-рациональны. Определяется осознанной верой в ценность определенного действия, независимо от его успеха, совершается во имя какой-либо ценности, причем ее достижения оказываются важнее побочных последствий. К примеру, капитан последним покидает тонущий корабль. Традиционное. Определяется традицией или привычкой. Индивид просто воспроизводит тот шаблон социальной активности, который использовался в подобных ситуациях ранее или окружающими. К примеру, крестьянин идет на ярмарку в то же время, что его отцы и деды. Аффективное. Определяется эмоциями. Социология власти. Главной работой Вебера в области политической социологии встала эссе «Политика как призвание и профессия». Социолог приложил свое определение государства. По мнению Вебера, это институт, который обладает монопольным делегиуемым правом на легитимное применение насилия. Он писал, что политика представляет собой процесс распределения государственной власти между различными группами политических же лидеров. Он понимал, как обладателей этой власти. Вебер не считал, что политик должен возделять истинную христианскую этику, отождествляемую им с этикой Нагорной проповеди. Вебер считал, что политика не место для правильников. И что политик должен соответствовать этике убеждений и этике ответственности. То есть быть верным своим идеалам и отвечать за свои действия. Политическая деятельность, писал социолог, требует от человека страсти к своему занятию и способности дистанцироваться от объектов своего управления. Вебер выделил три идеальных типа политической власти. Харизматический, характерный для семейных и религиозных властных институтов. Традиционный, патриархальный, патриимональный и феодальный. Рационально-легальный, присущий современному государству и бюрократии. Данный подход позволял классифицировать любой исторический образец властных отношений. Вебер считал харизматический тип власти нестабильным и подверженным трансформации в более структурированную форму. Традиционный тип властвования может быть преодолен при успешном противодействии лидеру в рамках традиционной революции. Согласно Веберу, на некоторой стадии развития общества неизбежно обращается к национально-легальному типу, одним из преимуществ которого является использование института госслужбы. Таким образом, эволюция власти в представлении Вебера является частью общей социальной эволюции. Теория рационализации Вебера также предполагает неизбежность эволюции властных отношений. Социальная стратификация Вебер сформулировал трехкомпонентную теорию стратификации, в которой выделил класс, социальный статус и принадлежность политической партии в качестве основных характеристик положения индивида в общественной иерархии. Вебер различал понятия класса и социального класса. Под классом он понимал набор экономически детерминированных отношений индивида в общем совпадающий с определением Маркса. Неравномерное распределение экономических ресурсов обуславливает неравномерное распределение жизненных шансов. И вместе с этим по Веберу является основным условием формирования класса. Класс имущих представляет собой всевозможных рантье, живущих исключительно или преимущественно на доход от аренды домов, земли или дивидендов с акцией. Они противопоставляются классу неимущих, деклассированных должникам. Однако для Вебера классовый подход был явлением гораздо более сложным. Он дополнил описанный Марксом конфликт между капиталистом и рабочим, описанием конфликтов между финансовыми капиталистами и их заемщиками, а также между правовцом и покупателем. И ввел понятие социального класса. Социальный класс определяется не отношением к средствам производства, а своей позиции на рынке. Социальные классы борются друг с другом, используя различные пути для установления контроля за рынками. Деньги и кредит, земля, различные производящие индустрии, различные рабочие умения. Социальный статус понимается как противоположность экономической социальной статификации. Статусные группы находятся в сфере культуры. Это не просто статистические категории, а реальные сообщества, люди, которых связывает общий стиль жизни и мировоззрения. И которые идентифицируют себя через принадлежность к группе. Между классом и статусной группой есть глубокая связь. И всякий успешный господствующий класс должен быть организован в статусную группу, которая всегда идеализирует себя и настаивает на своей исключительности в культурном смысле. Вебер подчеркивал в своем сравнительном анализе, что высшие классы всегда предпочитают религию, преисполненную государственного цеременеала. Средние классы – аскетическую, моралистическую религию. А низшие классы относятся к религии как к магии, приносящую удачу. Вебер также обратил внимание на роль образования в создании статусных групп. Третий компонент теории стратификации – это партии или группы власти. Вебер указывает, что борьба политиков не сводится к борьбе экономических классов и статусных групп, так как у них есть свои собственные интересы. Партии у Вебера находятся в доме власти, то есть населяют государства. Они четко отделены от деловых и финансовых организаций. В терминологии Вебера успешное государство побуждает большинство населения внутри своих границ ощущать себя членами единой статусной группы – нации. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Семен Гбаев Срын. До новых встреч! Семен Гбаев Срын Семен Гбаев Срын